Девушки отдыхают 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 К сожалению, к сожалению. К сожалению, для Team Josiah Атрокс в итоге. На Атрокс блокировок не хватило, и придется играть против этого персонажа, которого хоть и понерфили 8-14, но все равно это, наверное, один из самых сильнейших, если не самый сильный топ-лейнер прямо сейчас. Свейн, понятное дело, тройной флекс, но все же, наверное, когда сейчас берут Свейна... Да и Атрокс он так чутка флекс, может быть, он рекомендовал монолит. Атрокс уже все-таки не флекс, потому что все-таки Смайт уехал в небытие на центральной линии, из-за этого все-таки на верхней линии Атрокс будет почти все время теперь появляться, если, конечно, кто-то в лесу на нем не решит играть, но на это в СНГ пока никто не сподобился. Да, ну и в принципе, как фанал чутка вот ушел в связи с патчем, то и Браум тоже не флекс. Ну Браум все-таки, то есть у Колстара тоже один из таких основных персонажей, наряду с Морганой. Усач, Усач. Два основных, то есть Морган и Браум, понятное дело, что если одного нет, придется играть на другом. Ну и с Вейн Браум неплохая связка, то есть можно лесникак вот поагрессивнее добрать. Там, правда, там Кенч, и все ваши попытки, они канули в небытие. Во-первых, там Кенч... Там Кенч хотели, кстати, поднерфить 8-15, в ППЕ были нерфы, что там даблы на первом ульте 28 секунд было бы. А в итоге ничего не прошло. То есть в итоге оставили все как есть, и Сом придется до 8-16, может быть, подождать. Он уверенно себя чувствует против милишников, так или иначе. И часто берется это керри, которые нуждаются в какой-то защите, потому что давить, во-первых, там Кенч очень трудно. Во-вторых, в лейтгейме выполняют отличную задачу защиты СОО керри. То есть это максимальный деф, который только может быть. Есть чемпионы, которые дефят по-другому, но не все из них сейчас в мете находятся, и Там Кенч всегда может вовремя съесть его, соответственно, на декерри или любого другого керри. Очень хорошо работает против некоторых тарганных чемпионов, мы пока их не видим. Таких, например, Захар, которые могут заулетить, можно съесть цель. Не говоря уже о том, что в игру все-таки Там Кенч, когда есть, сразу привносит лишний глобал, то есть всегда есть какое-то давление на ту же центральную линию, куда-то за спину тебе залетает постоянно. Он не всегда работает в пользу той команды, которая за него играет. Это точно, без вопросов, но свою долю перца он добавляет. Джина заблокировали сами, несмотря на то, что Браун есть. Браун со Свеном вроде бы комфортно должны против этого стоять. У Астрандл есть, но не хотят играть против Джина. Ну, персонажи Миркл именно банят, то есть, скорее всего, Литсан сейчас тоже отправится туда же. Не хотят именно играть против комфортных персонажей, заставят Миркл. Может быть, ну, с другой стороны, Варус как бы в мете сейчас, Варус опять появляется. Если сами не будут забирать, то какой в этом смысл? Пока не очень понятно. Поиграл Миркл с Куртсаром или команде? Не очень шло. Чуть лучше, чем 0-5, но шло примерно так же, на самом деле. Ник говорил в недавнее время то, что ребята сильно замотивировались, то, что они прямо готовы были рвать. И потом так с каждым поражением чутка так они подрастраиваются. Сидога с поражением, наоборот, сподвигаются все больше и больше постов. А вот, тем же остается, видишь, наоборот, плывут. Не в ту сторону пока что, потому что 0-5, понятное дело, хорошего мало. Так, ну, то есть, сейчас Варус должен быть по логике, и тогда с война толкать на центральную линию. Иначе смысла в этом довольно мало. То есть, заблокировать двух стрелков и оставить, наверное, самого сильного прямо сейчас. Наверное, не стоит, потому что все-таки Варус сейчас основательно вернулся через леталити. Очень много урона, очень быстро спайкается. Не надо там какие-то рейджблейды собирать, это все очень долго. Но возвращаются опять ко всему, к тому, что было на прошлой неделе. То есть, у них ОТП Ривен на топе. Давай будем играть как есть. Давай. Давай поиграем. Вообще, Ривен против Атрокса, как бы, в теории, должна хорошо работать, потому что Атрокс все-таки не любит стоять как раз против персонажей, которые очень мобильные. То есть, Фиора, Ривен, вот эти вот, которые могут не попадать в его вот эти свитспоты, вот этот дэш какие-то, просто вперед разбираемся. Ну, вот Варус появляется, то здесь от Ривен будет много зависеть, если у Ривена не пойдет. Ну, там Трандл должен будет зайти очень рано. Скорее всего, если Атрокс не смогут убийство поднять, то Ривен просто себя не найдет, потому что все-таки в нынешней мете и в нынешних кондициях персонаж супер зависимый от Сноубола, и нужно очень хорошо уметь на нем исполнять. То есть, на уровне, знаешь, там, Самдэйли, Смеба какого-нибудь. То есть, таких известных... Почему, Вандер, вот объясни, почему сейчас Джасты не взяли Варуса? Потому что... Потому что взяли Ривен зачем-то. Это понятно, но Ривен можно было и оставить. Да. По очевидной логике вещей. Можно было, но решили, что... Они, причем, Люцина сами к Брауну забанили. То есть, они забанили просто двух стрелков, не забрали третьего, и... Ну, видимо, Савейн на нижнюю линию, то есть, изначально планировался, не хотят на него двигать, и сейчас на центр что-то доберут. Но вопрос, опять же, что добирать, потому что... Хотел сказать Лулу, но... Не знаю, то есть, тут Лулу... Лулу против Ариана не выигрывает Лейн, она там стоит 50 на 50. Ну, да, она и не проигрывает Лейну Ариан. Такое. Она не выигрывает Лейну Ариан, она не... Это смотря, куда Трангл упадет. Ну, то есть, в любом случае, она как бы не будет ее убивать, не ставить на фарм. И потом, там есть там Кенч, там есть Атрокс, которого сразу не убить. Там Кенч съедает Варуса, Варуса не забрать. Грагаса тоже просто так не заберешь, если не через Рунькахс. В общем, у Тимжаса есть понятное дело, что... Все очень такое в зону комфорта, все пытаются на скиле разыгрывать, потому что командной игры не хватает. Но вопрос, опять же, если сначала здесь не пойдет, то, скорее всего, на этом все и закончится. Потому что и Ривен, и Лебланк — это персонаж, который зависит от того, насколько хорошо Рунькахсу пошло, потому что камбэковцы, они от Крэнгра плохо. И они иногда зависят от того, насколько... Не только все пошло, но и в частности от того, куда Лисик пошел. Потому что нужен ли Ривенганг? Вообще, да, желательно. Желательно Ривенганг, потому что подбирать убийство она может. У нее скиллсет, арсенал способностей у нее достаточно хороший, для того, чтобы работать в паре, в том числе. У Лебланки это в первую очередь, потому что прыжок подцепил, Ариана чемпион не мобильный, он сильный. Как башня. Он много бьет, сильно бьет, но он не мобильный. И есть какие-то резисты, есть ауты на выход. Опять же, если Трандл будет заходить, то тоже может... Поставить на фарм? Может и поставить на фарм. Вряд ли в этом матче конкретном. Но в общем и целом может. И на боте, то что не взяли Варус, взяли Свейна вместе с Браумом, Люциана себе же забанили. Просто когда есть Свейн на нижней линии, обычно это сигнализирует о том, что Лесник как раз туда будет ходить, потому что все-таки Трандл-Свейн — это классическая такая связка. Трандл-Пеларстайд сразу подтягивает, но... Вандер, возможно, ты изменишь свое решение в последний момент. Нет, Монолит — легкие редкие. Хорошо, я тоже за Монолит. В первую очередь, не за счет драфта, который так не нравится Вандеру, и всего чуть-чуть не нравится мне. Он очень нестабильный. В первую очередь, из-за того, что... Верить в то, что разыгровочный сетап, который теоретически находится в зоне комфорта, он все-таки разыгрующий. То есть там очень много зависит, как ты правильно, Армен сказал, как сыграет Ривен в начале, как сыграет Лебланка. Если игра быстро разгонится, если кто-то возьмет какое-нибудь, допустим, либо соло-убийство, либо на хорошем ганге, он сможет засноуболить линии и влиять на другие линии, и тогда игра может у джастов пойти. Если джасты не возьмут игру Верли, то верить в то, что мы будем ждать там 25-30 минут, пока Свойен заскейлится, и начнет там с двумя хотя бы полными предметами керри-тимфайтов, это веры очень мало, поэтому я тоже за Монолит, и мы отправляемся сразу в игру. Вот прям драфт у нас был, знаешь так, драфт был у нас достаточно скорый. Он сразу засумонился, и мы вот так вот быстренько проплыли на каное вот в этой речке драфта. И Вандер, и вот происходит такая вот небольшая загрузочная игровая момент. Если бы у нас было не ущелье, а бухта, мы бы уже вплыли туда. Это правда. У нас пока ущелье. Но бухта вот эта вроде была, когда Арам был в Белджи-Уотерске, когда там карта новая была, вот эта вроде бухта какая-то. Не хотел бы никогда спелеологом стать? Нет. Почему? Боишься ущелья? Это не важно. Серьезно? Ты мне лучше расскажи, заплываем когда. Вандер, ответь на вопрос, и я тебе сразу скажу, ущелье боишься или нет? Только тех, где нет призывателя. Это правда, друзья. Мы отправляемся в игру. Первая игра, второго игрового дня, третьей недели. Мы отправляемся в игру прямо сейчас. И мы отправляемся в игру, Вандер. Можно призывать? Чтобы посмотреть, как Трандл танцует. Ура! Ой, посмотрим, как пойдет, потому что, конечно... На самом деле, ситуация Team Just Tice, то есть это неплохая идея. Если команда не клеится, попробуем на индивидуальных действиях что-то затащить. На другой вопрос, что на прошлой неделе у них была похожая игра, где тоже они набрали таких домашних заготовок, персонажей как раз, на которых их игроки чувствуют себя суперкомфортно. А-а-а! Так это Варус с Little Tempo. То есть это, скорее всего, не через Lethality Варус, а классический через Botterk будет. Окей. Мета меняется быстро, Вандер, и мнение игроков и желание игроков что-то потестить по-разному, оно, конечно, никуда не угасает. Потому что, знаешь, заходишь на ProBuilds, смотришь на Кейтлин, там Little Tempo, проходит два дня, новый патч, Little Tempo ушел. Ушел обратно Fleet Work. Куда стартует с красного. Что будет делать Куда? Выходит на Краба. Осмелится ли он пойти на своего Краба? На ближайшего к Красному. Будут ли Лесники разменивать свои стороны? Завардели, кстати, Джасты оба Краб Спота, назовем их так, и заходит, и заходит Куда. С трех кемпов третий вместе с Крабом он не получает, правильно? Со строклювами вместе. Получает только с трех кемпов с строклювами без Краба. И заходить на втором на ганг будет достаточно тяжелой истории. Тут вообще не клеится, на самом деле. С самого начала уже на нижней линии их поддавливают. Но в любом случае свой наба давил Варус. С другой стороны, Куда делает то, что может теоретически его команде помочь. То есть он забирает четыре кемпа вместе с Крабом, Куда Джарли Дражеский синий, и может выходить на топ-мид. Ну, они как бы теряют свой синий. То есть фактически это размет по диагонали, потому что прекрасно об этом Монолит знают. Забирает Куда, конечно, здесь кемпы, но опять же, то есть от Рокса давить он не будет. Ариана прекрасно знает о том, где сейчас Трандл находится. То есть не будет куда-то за середину не забегать. Плюс ЛБ сейчас пушит линию. То есть Ариана стоит просто на своей стороне. Взять ее нереально. Проигрывает по миньонам, помимо всего. То есть Ариана вообще супер сайвов здесь играет. Барьер никуда не вылезает. Причем, смотри, потка, бисквит. В Гейсе уже поток нет. Спасибо вдохновению за это. Пожалуйста. Все сейчас почти начали играть с вдохновением. Вот у ЛБ все-таки нет такой опции. Потому что приходится брать красную ветку и синюю ветку потом. Но пушинка к берсту Рона так не очень много добавляет просто. Про каст, поэтому. Там и электрокьют приятный к ази-электричеству. Там и Рона напряжел, который от Махпиан тебе. Состоянно больше Ариана. А вот у Рона, понятное дело, что ЛБ прямо сейчас будет гораздо больше, чем у Ариана. Но опять же, этим надо всем еще попасть. Попасть не так просто, неплохо. Такое увидишь редко, чтобы там прям реколились. И в итоге Трандл не находит Грагас. Грагас спокойно возвращается домой. А Трандл вот он как раз на нижнюю линию выходит. И сейчас вот Пилар сразу подтягивание и вопрос есть. И все. И уже взять нечем. Может даже скачок здесь нажать. Надо было, наверное, нажимать. Потому что можно и приехать. Да, можно было просто скачок нажать без исцеления. То есть здесь Дизи чутка пожадничал. Странно, почему джасты начали играть по Мирвуку. То есть они хотели, может, через свитч сыграть, да, дать укус зимы, замедлить Мирвуку, чтобы тут же съесть. И тут же, чтобы Дизи замедлился от своего же поедания. И как бы... Не, а он замедляется же, когда только это... Нет, нет, замедлился в плане... Смотри, вот он съел. Он потратил на это время. Он остановился. Это как бы в плане замедляет его передвижение. Ну, в общем, его тет может замедлил, но ЛБ погибла на центральной линии. Это, скорее всего, конечная для нее. Потому что Ариан теперь полностью контролит ситуацию на центральной линии. Грагас может еще какой-то вернуть. Ее вообще взяли, то есть скачок остался. То есть вообще там как-то сильно подставилось. Может быть, реплей нам попозже покажут. Но Тривен спокойно. А все от чего, Вандерн? Почему так произошло? Потому что Кейс начал пушить линию. Не всех миньонов при своем пуша добивал. Пропускал многое, потому что Джон был одновременно запушен. При всем при этом он еще и по миньонам ввел. Юрий. Мерки первым предметом. Против ЛБ. А ты супер. Замечательно. Почему нет? Я не говорю, почему нет. Интересуюсь просто экспертом. Нет, я думал, что ты отмечаешь, а не интересуешься. Ну, то есть мерки, опять же, помогают против Трандла попроще. И против ЛБ можно стоять. И все-таки очищений здесь нет. У Арианы так пора сейчас тут съедят. Или нет. Кстати, вкусный стал. У ЛБ, как у Ассасина на меде, всегда две опции победы. Это застампить линию или застампить другие линии, как бы зароунить. Ну, когда тебя застампят на линии, вторая опция отпадает автоматически, как, в общем, первый. Нет, первый отпадает максимально. Вторая еще не автоматически. Вторая близко к этому. Нет, вообще нет, Вандер. Знаешь, такие бывают случаи, когда ты убиваешь врага три раза, и потом он просто идет на линию, делает там шальные даблкилы. Вот, и... Ну, такое все-таки именно в компетиве сложно увидеть. Понятно, что... Ну, не знаю, насколько, как бы... Я не отрицаю то, что игра команды Тимжа Стайс от компетив, но пока она опять в второй лиге, и... Ну, здесь... Ты сам сказал... Я понял. Давай... Нет, это справедливо, я понял. Они играют по Солокушному, и вследствие чего... То есть, смотри, представь, что вот сейчас ничего не изменится в ближайшие три минуты. А ничего, скорее всего, не изменится. Как и Ауто ЛБ. Она не может Арианну бить, у нее уже мерки. У нее мерки и щиток, который дает 10 магреза, который на ней уже висит. То есть, получается, у нее базовый магрез уже там 30, да, плюс какой-то прирост небольшой, допустим, 32, плюс 25 магреза, это 57-67, да, все правильно. 67 магреза и... Не знаю. И 6 магпена у ЛБ после прыжка, это такое. Которые понервят следующий патч. Да? За счет руна как раз. 8-16 там не сильно меняются, это электрокьют и все вот это. В ранней игре послабеют. Так это поэтому грейли все отказываются от красной ветки? Ну, нет, они не успели еще это увидеть. Нет, грейфсы просто играют, потому что с ПТА все-таки комфорт, там и атак спид лишний есть, и ПТА ты быстро проб... Да, электрокьютон тоже был очень... Ну, с электрокьютон, то есть, тут опять же, понимаешь, как дилемма с прошлых сезонов, когда почти все грейфсы играли со Storm Raider, например, при том, что был апсет с Underlord. Слушай, здесь джасты начали дракона, подвезли дракона монолитом, и телепорт очень поздний. Кейси пробивает Джона вместе с ультой, но посмотри, что он делает, он не тратит. И даже половину здоровья промазывает Chain of Corruption, и 1-0 ведут монолита теперь еще и по драконам. Все, чего добились. В этой ситуации тимжастайс, это выбили ультимейта за Атрокса. На этом успехе закончились. То есть там Chain of Corruption даже нет еще, то есть там пятого уровня. Причем ДНН, понимаешь, он еще и телепорт потратил, который можно было не давать. Да, у него было уже там солидное, на самом деле, преимущество по миньонам, то есть можно было бы линию запушить, где-то Атрокса подбить, потому что Ривен все-таки в ранней игре посильнее, чем Атрокс именно, потому что скиллсет ей позволяет много доджить все вот эти обилки Атрокса и прочее, но пока не получается вообще через 2 Дарксилы будет оба играть, но тут, если в ближайшее время что-то не найдется, то, скорее всего, на этом все и закончится. Да, Дарксилы это такой. Это очень активистично, особенно когда хилл у тебя нет. Синджет стайл. То есть у тебя одна хиллка, и то это не рефил, а обычная. То есть Дарксилы в этом планете не особо не помогают. В общем, тяжело приходится ЛБ, потому что так всегда, когда нет каких-то ранних ганков, когда сам не переигрываешь оппонента, обычно начинаешь страдать. Да. Очень слабый результат, 48 миньонов на 9-й минуте. Даже вот сейчас он, если добьет еще 2, будет 53, потому что, опять же... Для этого надо добить. Все, да. Опять же, вначале просто был неудачный старт, потому что надо было, если пушишь, то либо хотя бы минимально добивать всех миньонов, которые, если ты пушишь, если ты доминируешь линию, либо нужно врага бить, который находится некомфортно для этого позиции. Получилось так, что врага бить не удалось, и Кейси сам просил по здоровью всех миньонов, добить не удалось. Еще и линия была запушена, что впоследствии дало еще Ариане возможности. Но сейчас, если ничего не поднимут, то тяжело будет урон. А что здесь поднять? Ну, угроксу убьют. Окей. Куда? Скачок Джон не будет прожимать. Хотя вэшки кулдаун очень маленький, будет прожимать, прожимает. Достаточно поздно. Убивает скачок из стран. Кулстар еще подходит. В итоге убийство-то сделали. Тем же остались, на самом деле. Плохо, что Лебланка не подняла убийство. То есть, только два стака Дарксил вместо четырех. Но, в любом случае, хотя бы что-то. То есть, подняли, использовали хоть какой-то вижен, который у них был. Знали, где Грагас находится. Забрали персонажа. Скачок, правда, Грагас не потратил. То есть, здесь вполне может какая-нибудь меня подставиться. В ближайшее время. Потому что есть возможность инициации. Так. Дина на топе. Хороший трейд против Ресса проводит. Не, Ривен так и должна, на самом деле, работать. То есть, она как бы вот это все доджит. Комфортно себя чувствует. То есть, когда предмет поедет... Так, ультимейт пошел от Свойна, и все. И рут. Ну, два скачка выбили, вообще-то. То есть, так, шутки в сторону. Два скачка выбиты за ультимейт Свойна. Это очень неплохо, потому что еще ультимейта даже у Кулстара нет. И именно на линиях, вроде бы, неплохо смотрится. Тим Джастайс, но... Тяжело. Ну, еще и Ривен сейчас погибнет. Так. Погибает Ривен. Все преимущества. Чутка уходит на нет. Особенно, понимаешь, вот Сайт Рессу, да, с ней дистап. Ну, так, не то чтобы терпит, но просто аккуратно играет. Понимая... Особо не должен дергаться. То есть, даже если, вроде бы, уверен в своих силах, что как игрок сильнее. То есть, против Ривен не так часто играешь. Персонаж все-таки не так много появляется. Последние несколько месяцев. И на компейте в сцене, на той же почти ее нет. И даже на Хай Салу Ку Ривен не особо сейчас популярна. Поэтому лучше не рисковать лишний раз. Матчап все-таки не самый известный. И зачем... Там... Отдашь какое-нибудь лишнее убийство? Все знают, что такое Ривен, когда там пара убийств от дэш и все, она просто 1 в 9 начинает играть. Просто за счет, опять же, скиллсета. Но здесь Рессу не рискует. Башню первую они поднимают. 2 спайна тысячи монолит преимущества. И уже сейчас на нижней линии будут все ресурсы стягивать. А, Ривен на центральную линию пошла просто. Окей. Ну, так, сейчас на нижнюю линию нужно все ресурсы прям стягивать монолит. Либо свапаться прямо сейчас, либо просто помогать Мирку и Дизе, у которых скачков нет. Потому что Тим же остается, скорее всего, туда ломануться в ближайшее время. А застрял Атрокс. Застрял Атрокс, но вышел. Грагас ультует, пытается Атрокса спасти. И по шишке будет ли Атрокс работать или нет. Атрокс не работает по шишке, Вандер. И погибает Атрокс. И погибает Атрокс. Но у него нет уже ульты. Работает. Как-то очень сомнительно Рессу сыграл, на самом деле. Слушай, ну, Кейси поднял здесь. Вначале застрял, потом еще по шишке не ударил. Ударил вместо этого ПЛБ. ЛБ его связал за это. В общем, ладно. Что есть, то есть. Рессу погибает, отдает убийство довольно бесплатно. Две тысячи преимущества и уже на нижнюю линию. Сейчас надо смотреть, потому что... Это возвращает Лебланку немного в игру, но не возвращает команду Тим Джастайс. Потому что на миде до сих пор плюс 37. Джону даже вот такие вот вещи может здесь повторять. Вообще-то, Грагас, судя по всему, с Рунькой Хэхэс будет. И ЛБ такого может собирать. Ой-ой-ой, Джон. Встревает. Очень поздно дал свой прокаст и очень нерезко отошел. Куда? И со сфлэша играет Лебланка. Продолжает добирать убийство. Да, уже неплохо. Там еще и Грагас через... Я не понял, зачем Джон так жестко и долго стоял. То есть он же видел ситуацию. Надеялся и верил. Он на тотеме контрольном видел, как проходят ребята. Ну и затем примерно мог легко рассчитать. То есть там вот только-только зашел Туман войны и все, там уже рейндж достает. Назовем это Дизреспект. Небольшой, да. Небольшой Дизреспект. Я согласен с тобой. Ну, в любом случае, то есть Монолит даже из-за того, что два убийства этих отдали, все равно игровое преимущество никуда не делось. Там появился Боттерк сейчас у Варуса, они на нижней не будут сильно давить. Но здесь еще и Шаквейв мимо. То есть здесь Ариане уже тяжело куда-то выходить, потому что особых эскейпов у нее нет. Барьер, конечно, есть, но... Здесь, наверное, скачок даже лишний был, мог бы не нажимать. Но, опять же, это ЛБ, она может себе позволить скачок лишний раз прожать. Так, нет, цепи не попадает. Когда цепи не попадаешь, обычно убийство не происходит. Если у тебя там не 10-0, а ты просто за 2 билки не убиваешь. 2-3, проигрываю теперь Монолит. Ну, по счету, конечно, проигрывают. Вот так, ультимейт пошел там. ТП. Ультимейт Ривен есть. Джон сейчас может погибнуть, там Кенч идет. Ой-ой-ой, хорошая штанг ДНН по-троим. Монолит и Зумк уже погиб. И Прессу подходит, начинает раздавать урон. Гоу с Рианом Кейси получает убийство. Это размен 1-2. Ульта Риана неплохая, но она очень поздно. И никто не может поддержать Джона с тем, чтобы влить урон в ее ульту. Я, конечно, не эксперт, но Миркл просто сбежал с места событий. Несмотря на то, что там почти полный запас здоровья. То есть Миркл просто взял и сбежал. Мог бы он там спокойно драться, потому что у Рессу все-таки ультимейт есть. Рессу просто так не забрать. Но продолжается драка тут. Вот сейчас уже от Рокса ульты нет, и вполне можно и погибнуть. Но в итоге здесь просто джасты сейчас все умрут, и довольно досадно. Погибает Гоуст. Куста Рикулстар Рессу успел вернуться, драка до сих пор идет. Джон успел поражать свой скачок для того, чтобы выйти. Миркл здесь... Не-не-не, щиточек, ну чуть-чуть же. Не успел прокнуть щиток. Не долетел. Да. В общем, не знаю, Миркл, мне кажется, подставил немного свою команду. То есть реплейник, когда покажут, просто взял и сбежал от Диверсанта. Но в любом случае, по ресурсам, несмотря на то, что убийств вроде бы Тим Джастайд сделали больше, то есть разменялись в итоге 4-3, но у них есть преимущество по пушу. Здесь как бы особо нечем Тим Джастайд защищаться. То есть башня вполне может и упасть, потому что ЛБ довольно далеко. Хотя уже подходит. Слушай, так ты смотришь на ЛБ, которая умела и была 0-1-0. Ну а что, да, 10 стаков там, 2 по 10, 160 ТП уже есть. То есть у ЛБ все резко стало не так плохо, как было 5 минут назад. Но опять же, один раз умрет, то вот это все преимущество, оно быстро нивелируется. Где 160 ТП? У ЛБ. О, видишь, написано слева. А, окей. Хорошо, как 2 по 10. Я не мог понять, откуда еще взялось 10 ТП. Я долго их очень считал. Пытался выщипать. Но первый предмет, пока у него не появилось Герои. А ты все это время четырил и просто посмотрел на него. Не знаю, я не четырил, просто нарисовали слева. Что вижу, то это. Поговорю. Герои дофармляют Монолита. С которым попробуют пушку на центральной не забрать. Что с Люденчиком, там вообще будет хороший бурст, если. Но Люденчик надо еще дособирать. Смотрим, да, там 2 пары мирков, а в принципе и все. Ну, Люденчик, я думаю, там не очень много, сколько золота. А там танков-то особо нет. То есть там Грагас еще с руньках, с места Синдерхак. Вот здесь. Вот сейчас вот. Просто следи за Мерклом, вот за руками. Здесь вот все вроде него. Меркл, вот сейчас вот. Куда? Вернись. Меркл, вернись, вернись. Куда ты убежал? Ну, под Госта не хотел вставать, чтобы куда его там... Да уже Госта прокнул к тому времени. Там Меркл два шага сделал, уже свой на ультимейте закончился. То есть был бы там Меркл, под шаг вейв, например, там пару выстрелов бы дал. Уже бы здесь, опять же, смогли бы и... То есть здесь вот Ривен погибнет. Но мог бы и Трангл погибнуть. Могла бы и ЛБ здесь погибнуть лишний раз. Будь там Меркл, дай лишнюю, там, пару автоатак. Но в итоге сбежал. Стрелок смешно. Мог бы Джон не прижимать скачок тогда, если Бирком дошел до прибегащика. Мог бы. Ну, ладно, уже дела минувших дней. Всего 800 голды осталось от преимущества Монолит. Потому что Team JustSize вышку на нижней дне забрали. Под шумок там ЛБ ее загрызло. Появляется у него как раз Люд Дэн. Появляется еще у нее книжка. То есть будет Морелла здесь выходить. Правда, еще Морелла не скоро, если... Минус 100 печать. А, Дарксил, да, продал Рип. Второй Дарксил, жаль. Но, опять же, смотри, продал Дарксил в 10. Купил контрольный тотем. Вурст. Так растет игрок. То есть на глазах прям. Герой на нижнюю линию отправили. Могли бы центр забрать с ним. Но решили, что внизу он как-то пополезнее. И тут он, скорее всего, даже до башни не дойдет. Это довольно досадно на самом деле. Если только Грагс быстро вышку не запушит. Но здесь Грагс погибнуть сейчас может. Потому что ЛБ за ним быстро. Правда, сам ультит должен был мобов, знаешь, чтобы... А, окей, они решили приплыть. Но глаз открыт у него. Надо его дефить. И вот дефить. Поналиты. Ну тут вышка бита. Они даже попробуют, наверное, даже до Т2 его дотащить. Довольно много ресурсов здесь тратят. А Трокс уже на ультимейте тут пытается бежать. Потому что время Black Clear. Так ТП. Это Свейн. Отменить надо. Отлично. Т2 сейчас ударит. Ага. Ой, а ЛБ его даже не заберет. Он здесь еще и стукнуть может вышку тут пораз. Довольно досадно. С тем же, кстати, на ровном месте, на самом деле, Т2 здесь отдали. Ну ладно. То есть вот ТП, наверное, от Свейна совсем лишний было. Надо было сразу смещаться на нижнюю линию. Пытаться там защищаться. Но в итоге Свейн стоит на центре. Особо там никаких успехов не имеет. Из-за этого опять преимущество до 2000 вырастает. Что, впрочем, это не выглядит как патастрофа. Потому что у Ривен нормально по давлению сейчас против Атрокса. ЛБ тоже очень опасная. Несмотря на то, что всего 118 миньонов убито. Ну и Свейн. Кстати, без ультимейта она дерется. А ультимейта нет. Неплохо сейчас пробивает ДНН лесу. Ну это как раз вот. То есть Ривен, Фиора, вот эти вот персонажи. Как они работают против Атрокса. Атрокса особо... Атрокс любит против там танков каких-то, знаешь, которые там особо не дергаются, не двигаются. Это очень бодро. Но давить Атрокса лучше не стоит. Но без ульты можно было бы. Ну в любом случае. То есть Атрокс все-таки довольно там сустейн. Там дэш какие-то есть. Можно пожить. Даже не какие-то, а целых два вандра, я даже так скажу. Ну там... Два коротеньких. О! Вот старый успел в уходящий поезд ульты Арианы. Куда подходит ульта по Мирку хорошая. У Миракла. Если скачок есть... Его съели там. То есть ему вообще ничего не угрожает теперь. В отличие от Джона, который мог бы сгореть, но вовремя прижимает свой щиток уже. В отличие от предыдущего раза, один-ой размен. Здесь Ресу играет по копии или бланке. Там Ривен залетел назад. Без скачка пытался с ультимейтом доиграть. Но в итоге не добился вообще ничего. Потому что ее сразу там со скачка встретил Грагас. И Ривен особо из контроля уже не выпустили. Потому что все-таки с одним Блокливером особо она не выживает. То есть когда уже там Death Dance какой-то есть, вот тогда... Тогда тоже в контроле плохо все равно. Не, ну там есть у тебя время. То есть ты там можешь что-то подгрызть. Когда там еще какой-то БТ есть. Сейчас все-таки Ривен особо не живет. И там мы ее быстро встретили. Опять два убийства. То есть забирают Монолит, сравнивают счет. Вот здесь вот вроде бы все неплохо начиналось. Но опять пытаются играть по цели, которая без там Кенчи. То есть там Кенчи стоит рядом. Играют не по там Кенчи. Играют по всем остальным. Там Кенчи просто сейвит одного. Джон в этот раз шар доехал. И вот дальше Ривен со спины пытается заехать. И ее там Грагас сейчас вот встретит. Но непонятно, что делает ДНН. То есть как бы... Ну это непонятно, но исполнение, да. Мы в отчаянии, на самом деле. Смотри, какой спирит визаж появился у Грагаса. Окей. Ну ладно. Ну там два мага все-таки. Ну хилы-то есть у Грагаса. Надо хилиться. Лойка такая. По-моему, ты какой-то флеймер, бандер. Я вообще нет. Да нет, я просто на самом деле не всегда люблю спирит визаж. Мне кажется, это довольно бесполезно зачастую предметом. Но если есть персонаж в игре, который неплохо с ним работает, это Грагас. Ну понятно, что Мунда мы не берем. А какой-нибудь с Вейн еще с ним неплохо смотрится. Мунда так, ты против танков нечасто на топе стоит. Мунда против всех стоит, нет? Нет. Ну получается так. А, попался, приехал. Попал, Кейси, без ульты. Довольно серьезный шатт-даун, кстати, там поднимает. То есть там голды не 800, сколько там за 4 убийства дает? Довольно много там, то есть 450, 600 и... Да, 850 дает за 6. То есть там 650 или сколько-то за 4 убийства. То есть Миркл там неплохо поднялся. И в итоге уже 4500 есть, забирают второго себе инфернального. То есть лейтгейм обеспечивают уже очень неплохо. И могут в скором времени монолиты уже заглядываться на какой-то адвансентре. Есть барон на шор, есть у вас варус, опять же, который быстро с этим делом справляется. Посмотрим. Скорее всего будет тимфайт какой-то в ближайшее время. То есть ближайшие минуты 2 около барона на шор, где монолит выиграют и заберут барон. Либо этим же остается просто там попробовать что-то камбэкнуть. Но в это верится довольно мало. Нынешняя ситуация. Ну можно конь загулявшего друга взять. Там поплыл, там кенч на топке стоит. Так, ДНН, использует скачок. Лизнул, но не достанет. Нет, не лаку, екун. Ну не надо было скачок на самом деле нажимать. Надо было, скорее всего, монолит могли бы просто развернуться и попробовать барон на шор. Потому что, опять же, ТП, выбили бы ТП из Ривен, выбили бы опять ТП из... Она уже и без скачка, помимо всего. Да, то есть скачок выбили, все. То есть выбили бы ТП, выбили бы еще там. Из Свойна может быть телефон. Но пушь Ториана, здесь правильно, они расставляют линии. То есть взяли приоритет на миде. Можно что-то взять. Другой вопрос, что что-то это всего лишь не было? Они просто нет, не хотели барона, потому что рейджблейд был на базе. Но вот сейчас все. То есть любой минус составить им же сайс, это сразу барон на шор, потому что варус с рейджблейдом, с ботарком, это очень быстро барон на шор падает. Разумеется финалами? Ну это, кстати, меньше. То есть если было два горных, то тогда бы да. Это правда, но это до сих пор не два морских. Два эфирамида на самом деле варус не очень помогают. Ну довольно-таки неплохо помогают. Потому что особо урона он не собирает, он все-таки очень много атак спида собирает, и там особо не помогает. Вандер, ну при всем при том, что его атак спид, его инфернальных точно так же скейли. Ты смотри. Ну за счет рейджбейда, окей. Возьмем абстрактный такой простой и глупый, наверное, даже пример. Есть как бы 100 АД, атак спид 2 и 0. Есть 200 АД, атак спид 1 и 0. Инфернальный скейлет одинаково эту историю. По Ресу играют. Где, наверное, Куда? Куда ультит. Красного сирения замедляет. Ресу ультит. Пытается выйти. Пытается сейвить, кстати, Монолит. Опять же, то есть в такой ситуации, скорее всего, лучше все-таки не сейвить. Лучше пытаться сыграть самим проактивно. У вас преимущество по карте, вы знаете, как, где контроль. У вас варус с рейджбейдом, у вас варус с боттерком. То есть вы запушили мин. Почему бы не попробовать хотя бы подойти к барону на шору, чтобы как-то снизить напряжение на карте. Недавно общался с одним очень известным человеком, играющим в одну достаточно известную игру, который такой мул бы описал взять на стяжке. Ой, или на растяжке. На растяжке, на растяжке. Когда одна команда идет цепочкой, к какому-то файту, другая команда может схватить одного из персонажей и отнутузить его хорошенечко. Этого не сделали Монолитом. Смещаться им было не нужно. Отдали ресур, критично это нет. О, зачем зонку ульту тратит? В молоко просто пустил ульту. Потому что хочет. Пытался паривен сыграть. Ну, бочка с молоком, Юра. Вот он так хотя бы попытался. Хотел бы курицкий молочный Крагас. Я был бы не против. Который кидал бы бочку, и там было бы молоко. Ну, у нас для этого Мульстар есть. Мульстар бил бы бенчика, а Грагас кидал бы бочку с молоком. Есть скоба Грагас. Подводные, да? Каких только Грагасов нет. У него там столько скинов. Какой-то там вообще уйма скинов, на самом деле, у Грагас. Фермер Грагас. Я не готов сказать, сколько их точно, но там штука 8, наверное, есть. То есть там прям очень много сняки у Грагасов. 230 миллионов у Мирокла. Хороший фарм. Как недавно тратит на рейтинге был, что у Ургота не было скина. Нового скина почти 2400 дней уже. Почти сколько? Почти 2400 дней не было нового скина на Ургота. То есть там довольно онлаки ситуация. Так что... 2400 дней. Пресс-ф. Это 7 с лишним лет. 7 лет с... Нет, нет, меньше всего. 6, 6,5 лет. В общем, длительное время. Да, ну 6,5 лет примерно. Со времени того, как появился Крапургод или какой-то там скин. Баталкаст, наверное, был последний. Баталкаст, да. Тыщ, 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 тыщ. Баталкаст Ургот неплохо выглядел в этом, когда старый еще Ургот. Ну, естественно. Он такой... Он, кстати, был довольно такой небольшой. То есть если вот баталкаст Когу, он прям больше, чем... Ощутимо больше, чем обычная модель. Вот с Урготом таких проблем не было. Ну, пытается TeamJustice come back. То есть Monolith особо никуда не спешат, что, наверное, их устраивает. Потому что команда всегда так играла. Особо некуда лишний раз не дергалась. 3,5 тысячи есть. Два Infernal есть. Третий на подходе. То есть зачем пытаться что-то там лишний раз разыграть. Все равно TeamJustice будут драться на Infernal в любом случае. То есть через минуту уже Monolith особо будет. Знаешь, если я не возьму третьего Infernal, то там со шляпой будет самый большой скейл. Потому что шляпа дает 40% АП. Ну, третий Infernal, просто, скорее всего, если там Monolith драку выигрывает, то это Барона на шор будет. Но вообще Меркл подставляет скачок. Использует скачок и исцеление. Дизи очень долго танкует, но стяжка от Риана неплохая. Немного наносит урона, но в правильную позицию ставит оппонентов. То есть здесь пытается выйти Гост. Почему Меркл дальше не пошел? Там один удар буквально был по Госту. Зум замедляет Код Стара. Дальше идет Ресу. В итоге прожимает Код Стар скачок, чтобы выйти ЛБ. По Меркл доигрывает не очень много. Ресу подцепляет ЛБ, но она выходит в сторону от его цепочки. Что абсолютно есть правильно. И очень много ресурсов выбили Monolith у Джастов. То есть отправили Гост на рекол. Да и те, и другие очень много потратили. Но здесь преимущество именно по контролю будет у Monolith. Потому что Team Джаста сюда не успевают. Этот третий Infernal, если только не Код Чуджу. Слушай, вообще они успевают. Да нет. То есть, ну там... То есть, Свейн на бай... Свейн только на бай... Свейн телепорт там уж не хочет жать. Свейн на бай... А у него все равно ультимейта нет. То есть, от него особо прок тут нет. Там уже Варус настреливает. Ну и вот, Вандер, ну и только сейчас телепорт. Ну я о чем. Так поздно. Так поздно прожимается телепорт. Грагас легко достаточно играючи смайтит дракона. И дальше уже Team Джаст играют ту драку, которую надо было им начинать гораздо раньше. Они могут даже пикапнуть здесь Джона. И размен будет 1-0 в пользу Джаст. Но очень поздно все равно они это делали. Ну резко он довольно битвый. Зунг просто смайтит тут же. Ооо, бочка хорошая. На выход. Но это было стоило. Это стоило того. Третий инфернал за одного. Это того стоило. Очень поздно Гоус сделать телепорт. Вандер, понимаешь? То есть, о чем я говорил. Гоус надо сразу делать телепорт. Да, он без ульты. Но он же все равно его сделал. То есть, такой телепорт был совсем уже неудачный. И вообще Team Джаст Лайс тут даже не поднимутся. То ничего. Они пытаются честь какие-то убийства. Но... Но ТОПИВШК стоит. На миде тоже стоит. На этой линии вряд ли они смогут башню поднять. Если только Монолит ее не будут прям совсем пассивно здесь стоять. Это ТП. Ну и как бы Джасты на этом сейчас все умрут просто. Это Барон на Шор сейчас. Потому что заходит Ресу, да. Как бы вот он играет немножко по Гоусу. Который прожимает свой скачок. Вот у него сейчас... И все. И все. И сейчас нужно оставить Ресу чести и идти просто на Барон на Шора. На самом деле Монолит. Не, можно пачку взять и развиваться. Да нет. Можно просто по диагонали было идти по Барону на Шор вместе с там Кенчем. Но в итоге они пытаются... Они идут честь Транлы. Там еще зумка застревает. Мана особой нет. То есть Транл здесь можно долго еще лупить. Ну, подъедает его. Ресу там... С появлением Миракла. Даже если бы Транл был фулл хп. Там Миракл был разваливаться кун за 6-7. Если бы не быстрее. Это минус Транл еще. Но Барон есть. То есть Барон могут идти делать. 40 секунд Транл не будет. Но пока не хотят. У Диана есть ультки, если играет по Джону. У Джона есть Мирки. Они помогают ему в принципе. Мирки урон уже достаточно. Там все-таки только в отстав. Морелла еще не появилась у Кейси. Ну, хотя, да. Там, знаешь, Кейси... У него и так 33 Макпена. Только за счет предметов. Плюс еще прыжок. Руна на прыжок. Плюс еще Войт Став. Который работает первее всего, между прочим. Рунан появился у Варус. Теперь Барона Шур становится прям совсем быстрым. Там все равно почти чистый урон, да. Но Монолит не хотят совсем идти к объекту. Не хотят рисковать игру выбросить. Пытаются играть на Верочку. Долго у Джона, интересно, до шляпы. Я думаю, что не очень. Ну, достаточно. 650. Ну, да. 800 голды. Тоже тут прям до форума. Ну, и опять же, то есть Барон на Шур в любой момент мог форсить. Не контролит Вижн. Здесь тут спамят просто танец. Прямо здесь. Хорошо еще у Ривен. Там, на самом деле, то есть, единственная проблема Монолит прямо сейчас. Это то, что у Реса телепорт нет. То есть Реса надо смещаться в любом случае. А Ривен как раз могла бы давить по нижней линии, но в итоге ретировалась на базу. Купила себе глушатай смерти. Досадно, когда Тимжаст отдают ультимейт Браум, который является их единственным энгейджем. Отдают фактически в никуда. Потому что Монолиты как раз могут пожертвовать бочкой, чтобы это все разрядить. Потому что это все равно им стоит того. Потому что всегда есть Тамкенч, всегда есть ультимейт Меркла. Есть Джон, который подсейвит кого-то в случае чего. Реса, опять же, просто так не взять. Поэтому ультимейт Браума супер важен, опять же, там и под Свейном, под все вот это, под пилар. Ну, вышка падает, потому что позишн есть. Меркла, вышку бей просто, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Допивает Меркла, вышка. Т2 падает. Да. Т2 падает, под Джону Трандл пытается. Флангает Кейси, то есть сейчас или никогда. Ну, по миру Клэ играет, он в ашотом просто падает Кейси. Причем, помимо всего, еще и у Дизи было хватай-глотай, падает здесь Гоуст, и там, как бы сейчас игра не закончилась на таком развороте-повороте. А она вполне может закончиться, потому что... Ну, 3 в С5 я не уверен, что, знаешь, там 2 тысячи 3 вышки будет так просто бить. А, то есть там ультимейт нет у Ривен, ультимейт нет у Браума, и Трандл не боец. То есть, если монолиты хотят, монолиты спокойно здесь заканчивают, потому что 5 в 3 у них есть почка Грагаса в случае чего. Но вместо этого они хотят барона на шор вот только сейчас. Сразу туда заплывают и... В любом случае, недолго осталось Тим Джастайс мучиться в этой игре, если только Трандл сейчас каким-то чудом не укрылёт барона на шор, при том, что есть у него скачок, но шишки нет. А, кстати, скачок у него... А, и шишка появилась. Так. Ну, шишка пропала. Скачок есть, но надо прыгать в любом случае. А, ну, Грагаса, хорошо. Трудно прыгнуть, когда я отталкиваю тебя ульта Грагаса. Это минус барон. Это, скорее всего, сейчас будет шляпа для Джона. Это не скорее всего, а точно. Ау, и сейчас у Джона АП сколько? И всё, и Хиксдринкер ещё у Варус, теперь даже там Кенчеву не нужен, либо ЛП его не заберёт. Грагас стал пожирнее, у Реса есть и в случае чего стоп-вочет. Да, тут, скорее всего, Тим Джастайс закончится в ближайшую минуту. Ты знаешь, помнишь, вот тот момент, когда Ариана улетела на миде, заулетела в двоих танков, по-моему, как раз был старый Кудо. Их начал расстреливать в Варус, и сказал, что урона не очень много, но стяжка неплохая, потому что Варус настреливает. Сейчас Ариана с флаской ещё и уничтожить. 723 АП имеет, и, конечно, проказ там будет бешеный. Танков она, конечно, не будет ланшотить, потому что нет. Будет стаффа. Есть только Морелла из магического пробивания. Но по сквишам без магреза, таким как Свейн ЛБ и Риббен. В частности, она будет бить очень тяжело и очень весомо. Зумка подцепили. Минус Зумк, может быть, но Дизи его съедает. Ходстар плёвывает Зумка. А, не успевает прокнуть пассивка Браума. Всего 300 кобыло. Стяжка отличная по четырым. Варус только сейчас подходит. Зумка побили. Уже Ресу. Там Варус просто в пузе в Танкенче сидел. Не мог стоять. Ресу, Ресу, усад, улетел. Мог бы Пенту здесь, на самом деле, Варус сделать. Но там одного Ариана забрал, одного вообще Танкенче просто слезнул. И Монолит Гейминг. Фактически, скорее всего, СС и Догас проиграют сегодня матч. Следующий Крау Краут. Скорее всего, Монолит уже могут быть спокойны за свое место в плей-офф. А Team Just Ice 0-6. И теперь только четыре победы их устроят. И плюс соседчики Монолит. Потому что Монолит 2-0 против Team Just Ice. У них 3-3. Team Just Ice 0-6. Team Just Ice только четыре победы в последних играх устроят. Либо придется играть потом уже в открытых квалификациях на люкопритенда на следующий сезон. Со счетом 3-3 Монолиты себя уже уверенно должны чувствовать. Потому что ближайших к ним все долгосректы 1-5, 1-4 пока что. И велик шанс того, что они будут 1-5. Потому что они играют не против Team Just Ice. Против которых им было бы попроще все-таки победу взять. Здесь, на мой взгляд, немного Монолит расслабились Вандер. После такого достаточно хорошего старта. Потому что Елба погибла на миде. А потом началось вот этот такой небольшой дезреспект. Где-то неправильные шаги Ариана. В частности, в том моменте, когда она прокаст очень поздно дала Поле Бланке и погибла. Когда дали Лебланке возможность зайти у Астроклювов и убить Грагаса. Хотя там можно было выйти, если было чуть лучше разыграть именно механически. Чтобы скачок там на самом деле просто уграть. Да, да, да. И в этом плане вот могли не дать сопернику Монолиты разогнаться, разыграться вовремя. Ну опять же вопрос, то есть недооценка ли это просто на самом деле реальный уровень Монолит прямо сейчас. Потому что команда все-таки при всем уважении считалась главным фаворитом Лиги Претендентов перед сезоном. Считалось, что она там чуть 10-0 не закончит. А в итоге получилось так, что очень им тяжело все дается. Сейчас они проиграли всем трем фаворитам, кое-как обыграют аутсайдеров. Понятно, что особо против них не терпят, но это далеко не те победы, которые ты ждешь все-таки от команды фаворитов, которая должна катком проходиться. Но в любом случае... Кое или как это была победа. Особых проблем они не испытали. Да, затянули, да, где-то подрасслабились. Возможно, самая уверенная даже из всех. Ну, это не самая уверенная победа, которую они могли одержать. Учитывая старты, учитывая, что много убийств они отдали просто так, где-то контроль отдавали. Но, опять же, то есть главная победа, плей-офф почти в кармане, там уже будет совсем другая игра, потому что в плей-оффе у Монолит как раз опыта побольше, чем у условных Авангар или, например, С-58. Или, например, Крау Краут. Ну, Крау Краут там все-таки заслуженный ветеран. У них в сумме накопится больше, чем у Монолит. Да. Да так сложно что-то сказать, на самом деле, по этой игре. Но играл фаворит, играл с записным аутсайдером, который, скорее всего, ни одной игры не выиграет. Почему сложно? Даже без барона, смотри, Ванда, даже без барона, Кейси фланкает, пытается в пятерых один лететь. Правильно ли это? ДН фланкает, пытается в пятерых один лететь, погибает. С точки зрения команды 0-5, наверное, правильно. С точки зрения какой-то утопичной Лиги Легенд, нет. Но, опять же, видно, что Team Just Ice в последние две недели пытаются очень много как раз дать индивидуально поиграть игрокам. Потому что все-таки все из них молодые. Ну, кроме, понятно, Ник, кто сделает первый сплит именно в Лиге Президент. То есть есть возможность показать себя, поиграть, почувствовать эту тут сцену. Опять же, вот, Бумжи 1-9 был в Лиге Президента. Бумжи играл в ЛЦЛ, три игры сыграл. То есть, кто знает, может быть, мы там условно Кейси увидим в следующем сезоне в ЛЦЛ точно так, что три игры сыграет. Может быть, возможно, даже против Бумжи будет играть в другой команде, которая будет выступать. Но пока мы не знаем, друзья, 1-0, Монолиты одерживают победу на Team Just Ice. И мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим со второй игрой. Никуда не уходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok